И снова здравствуйте, уважаемые зрители! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы продолжим наше путешествие по Северной Осетии Алании, начатое в прошлых наших видеовыкусках. Видео снято 3 января 2016 года и является обзорной экскурсией в мужской Аланский монастырь, расположенный в Феогдонском ущелье, за селением Верхний Феогдон. Я бы не сказал, что именно монастырь является жемчужиной Феогдонского ущелья, потому что само по себе Феогдонское ущелье очень красиво в любое время года. И зимой, и летом. Вот сейчас мы его посетили именно зимой. Также нам очень повезло с погодой, потому что одновременно было и солнышко, и выпал недавно снег. Поэтому те пейзажи, которые вы увидите сегодня в видео, они достаточно редкие и красивые. Я не стал их удалять, поэтому видео получилось немножко длинным. Но тем не менее, мне кажется, не стоит удалять такие красоты. Лучше их посмотреть. Перед тем, как начать основную часть нашего видеопутешествия, я позволю себе отвлечься и вернуться на 2 года назад, когда я снял макет в городе Минеральные воды в аэропорту. Этот макет показывает все достопримечательности Северного Кавказа, в том числе и Республики Северной Осетии Аланья. Вот сейчас на кадрах мы видим некоторые из достопримечательностей. Например, памятник Георгию Победоносцу, Святому Георгию, который очень почитается в Северной Осетии. Ну, Дзивгис, я не знаю, что такое. Здесь я не был. Вот как раз, может быть, когда-нибудь в следующее путешествие посетим. Карта достаточно интересная, подсвечивается, можно посмотреть. Единственное, что с точки зрения географии, конечно, здесь напутано очень сильно. О, Цей. Если смотреть географически, то, конечно, сначала идет памятник Георгию в Томиске, а потом по дороге, по Транскаму, если ехать дальше. О, опять Георгий. К сожалению, в это путешествие в Цей попасть не удалось, потому что завалило все снегом. Но, тем не менее, путешествие оказалось достаточно насыщенным. Феокдонское ущелье меня порадовало. Именно силы его мы сегодня и посмотрим. И увидим вот этот монастырь вживую. Аланский мужской монастырь. Итак, поехали. Для начала мы взглянем на карту. По карте видно, что наш маршрут будет частично пролегать по равнинной части Северной Осетии, по Лагерской трассе. И далее, за селением Цуарикао, мы поворачиваем в горы и уже движемся в сторону верхнего Феокдона. Общая протяженность маршрута от Владикавказа до верхнего Феокдона составляет порядка 50 километров. Ехать туда около часа, если не будет никаких заторов на дорогах. По пути следования мы пройдем такие населенные пункты, как Гизель, Нижняя и Верхняя Саниба, Майрамада, Дзуарикао. Потом проедем ряд горных селений, таких как Гусыра, Дизгас. Дальше уже сам верхний Феокдон. Ну и приедем в Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, сделаем съемки и вернемся назад. Я думаю, в течение одного дня мы вполне это сможем сделать. Туда-вратно, это чуть более 100 километров. Туда-вратно, это чуть более 100 километров. вот машинцы уже эти семьи вот это понятно что куда я не помню прошлого сайта а вот тут и здесь куда? Майор Мадак ну здесь же дорога на музей Майор Мадак, правильно? да, налево, правильно? да, вот здесь вот там можно поехать вот сюда Майор Мадак будет на зиму что мы уехали? это зорикал здесь памятник братьям Газдану сейчас на спуске здесь с левой стороны вот 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 он памятник братьям Газдану с этой стороны его не очень хорошо видно но на обратном пути со сменой со сменой ну скоро будет уже Сиагдонский поворот вот Сиагдонский поворот и здесь мы выходим налево на Сиагдон в сторону гор в сторону гор вот здесь какая-то буточка образовалась не было ее раньше да ее давно не было когда-то ее не было когда-то ее не было когда я здесь последний раз был вот здесь когда-то ставили пичел а вон еще и ехали ну не совсем не знаю только доехали ну здесь в принципе и начинается дорога вот шапки еще созрели все будет вот 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 здесь справа где-то мы стояли вот кранец села и вот чуть дальше там будет съезд на поляну перед поворотом вот вон видишь там стоит вот заезд закрыто Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА